Давайте, вы меня очень повеселили на этой неделе, вы мне в один из вечеров прислали ссылку на выступление Патрушева, которое Путине очень долго, я включаю, смотрю, что это такое, а Патрушев долго и нудно рассказывает о достижениях Путина в прошедшем времени. Он проявил смекалку, он выступил лидером, он сделал то, он сделал все, он сиял, как лучезарное солнце, я все ждал, когда же он скажет, сегодня сердце дорогого Владимира Владимировича остановилось, но, к сожалению, он не сказал, поэтому я сначала обрадовался, потом расстроился, а что это было, как вы думаете, что это за странное выступление Патрушева? Ну, на самом деле, я разобрался в этой истории, потому что меня вот такая штука, я вам прислал после того, как мне Матвей Гонопольский в прямом эфире, вот, о феврале ее показал, я вообще не мог понять вообще, о чем идет речь и как на это дело реагировать, вот, но догадывался чутьем шпиона, что, скорее всего, это выдрано из контекста и показанное, мне важно было понять, какой контекст, я долго искал и, наконец, нашел контекст, это было выступление 4 ноября на том самом марафоне знания, где они все выступали, где Песков, кстати, оправдывался, что Путин-то у них только один и нет никаких двойников, хотя его никто об этом не спрашивал, где Матвиенко предлагала сделать открыть Министерство счастья, ну, там они ахинея наговорили просто там на 23 грузовика 40-тонных, вот, и там Патрушев произнес, на самом деле, такую практически программную идеологическую речу, больше 30 минут, по-моему, минут на 35 это все дело было, вот, и, естественно, он ее, как бы, подводил, делал подводку историческую, вот, как это было и как стал, и, конечно, когда он рассказывал, как это было, он все рассказывал о Путине в прошедшем роде, и если вот взять это, просто выдернуть этот кусочек из этой речи и из этого контекста, и просто вот то, что мы все это видели, то, что я вам прислал эти полторы минуты, то создается впечатление, что это просто надгробная речь, тем более, что он стоит в черном костюме, без галстука такой, весь хмурый, вот, и зал там, и там какие-то какие-то картины ужасные за ним такие, все тоже ужасные такие, красно-черные какие-то в адских тонах, вот, и по этому поводу эта штука разлетелась, то есть это было, на самом деле, очень классно кто-то использовал. Человек, который это придумал, гениальный, абсолютный человек, потому что он понял, что вот есть такую штуку запустить сейчас, сразу после заявления генерала СВР о том, что Путин умер 26 октября, после заявлений профессора Соловья, который подтвердил это дело, и который сказал, что на самом деле Патрушев уже руководит страной, рулит страной, скрывает то, что Путин лежит в морозилке, и вдруг возникает такой Патрушев в черном костюме и говорит надгробную речь, и это, конечно, попало очень здорово, и поэтому это раскрутилось со страшной силы, я это увидел у Геннадия Геркунгуткова, в Твиттере его тоже себе перепостил, и послал всем своим друзьям и знакомым, вот, и по этому поводу все мы, конечно, на этом деле уже оттоптались за эту неделю, вот, но это, конечно, фраза выдранная из контекста, естественно, потому что дальше, конечно, он о Путине говорил в настоящем времени, вот, ну, само выступление, кстати, страшное, если так, по-настоящему, да, потому что оно говорит о том, что Патрушев совершенно не собирается ставить под сомнение то, что делает Путин, и он говорит гораздо дальше, чем идет, чем Путин, и видно, что вот Патрушев этот человек, который идеологически настроен, вот у Путина нет никакой идеологии, у Путина ведь бабло, и больше ничего нету, вот, а у Патрушева, у него идеология, у него там ему, его соратники, значит, его помощники сделали такие все картинки важные, со ссылками на документы, то есть там это все дело было, конечно, хорошо подготовлено, ну, за исключением того, что он все-таки человек старенький, ему на год больше, чем Путину, то есть 70-го года, и он с трудом читает теперь написанный текст, то есть он запинается, вот, то есть видно было, что он этот текст не готовил для публичного выступления так, как это делает солидный человек, серьезный, который его, по крайней мере, прочитает раза три вслух, просто для того, чтобы познакомиться с этим текстом и влезть в него, это раз, и, во-вторых, у него проблемы со здоровьем, потому что он кашлял целыми днями во время этой речи, и иногда даже приходилось ему останавливаться, откашливаться, там, пить воду какую-то, потому что у него просто непреодолимые спазмы происходили, вот в этом смысле он показал, вы знаете, у меня создалось впечатление, он показал свое истинное состояние, и у меня создалось впечатление, что это Андропов времен умирающего Брежнева, потому что мы все понимали тогда, вот те, кто из нас тогда жил, в 82-м году, что Брежнев тогда был ходячий труп, он не мог там больше 15 минут что-то там говорить, говорил с большим трудом, ходил с большим трудом, и, в принципе, после него генсеком и председателем президентом Верховного Совета стал Андропов, но Андропов был такой же больной, как и Брежнев, но чуть-чуть лучше сначала, а потом у него было вот то же самое, что было у Кадырова, то есть он практически, ему надо было каждую неделю делать гемодиализ, то есть менять кровь, чистить ее через специальную машину, очень, кстати, неприятная процедура, и поэтому он не вылезал из ЦКБ, а потом последние вообще 6 месяцев он правил просто из ЦКБ, он постоянно находился в палате Центральной клинической больницы в Кунцево, управление делами ЦК КПСС, ну, вернее, 4-го главка Минздрава тогда, вот, и оттуда, так сказать, не выезжал, ему туда ввозили документы, ему туда приезжали на доклады, он там организовывал заседание Политбюро, секретаря ЦК и так далее, вот, и у меня такое впечатление было, что вот Патрушев такой вот Андропов больной, который еще старее, старее, чем Путин, и который, ну, конечно, нарывает щеки, но на самом деле, в общем, он такой, он до мозга костей совок, вот он чекистый совок до мозга костей, вот он, он реально совершенно ненавидит Запад, причем он верит в то, что говорит, вот Путин не верит ни грана тому, что он говорит, потому что Путин всю жизнь мечтал быть шпионом и уехать в Западную Германию, а если можно остаться там, жить навсегда, и потом, он просто, он наступил сам на горло своей песни, потому что он понял, что бабло можно лучше заработать внутри России, да, жизнь здесь хуже, но заработать можно больше, и поэтому вот нормальный человек сказал, ну, я уже и так там заработал, там несколько миллионов, хватит мне, куплю домик, буду себе кататься в Тироле, на Нагорных, да, в Австрии, там, в Германии, а он нет, вот он уже, ему понравилась власть, ему понравилось лебезение людей перед ним, вот, и он уже от этой кормушки оторваться не может, а Патрушев может, Патрушев это такой человек, который, в общем, вполне себе такой чекист, с пламенным сердцем, с холодными ногами, хотел сказать, да, с чистыми ногами, с горящим сердцем и с холодной головой, вот, так что вот такой вот Патрушев, и вот из этой речуги вы вынули это просто кусочек этой части, но человек, который вынул ее и который запустил это в сети, абсолютно гениальный человек, вот я не знаю, если он нас смотрит, то я просто снимаю 25 шляп перед этим человеком. Субтитры подогнал «Симон»